Всем прекрасного субботнего утра, дня или вечера, дорогие друзья! Мы подъезжаем к Михайловке. Здесь у нас должен работать пуховый рынок. Я хочу посмотреть, что там вообще продается, ну и может быть что-то прикупить для своих зрителей. Я вам хочу сказать, что дорога нам далась. Очень тяжело, туманище. Это вот здесь вот немножко разветнело. Съедем мы уже, наверное, где-то часа полтора. Скорость 80 км в час. Но меня радует здесь, в этих местах. Продается хорошее подсолнечное масло. Мы обязательно нас на обратном пути купим, если деньги останутся после платков. Если их вообще там продают. В общем, я вам немного хочу показать Михайловку. Это наш еще один районный центр. 110 км от нас. И получается почти 200 км от Волгограда в сторону Москвы. Всем землякам большой привет! Николай Петрович, как всегда, на своем посту, рядом. Да, человек, меня прибудет туда. Не, ну здесь вообще нет тумана. Вообще, смотри. Вообще чистая дорога, да? Наверху нет тумана. Ну, не знаю я. Мы ехали, вот все расстояние, которое мы ехали, вообще ничего не видно было. Поэтому так долго. Время, кстати, у нас еще не поздно. 9 часов мы выехали. Очень рано. Николай встал, по-быстрому дал коровам. Ну, я его разбудила. Пол седьмого. Ну, вот. Я пока собралась. Ни чай не пили, ни ели. Хотя он, по-моему, кусок колбасы все-таки съел. Ты успел съесть колбасу, которую я там делала? Там лежала в холодильнике целая палка. Он что, говорит, можно? Я говорю, да можно. Так, вот наша Михайловка. Друзья, я отключусь, потому что будем ехать по навигатору. Я не знаю, куда ехать. Я там была один раз в своей жизни со знакомой много лет назад. Так что я без понятия, куда мы должны попасть. Ну что, друзья, мы возвращаемся назад. Время уже почти 11 часов. Солнце. Вы знаете, я вам хочу сказать, что я, конечно, разочарована. Базара вообще почти никакого нет. Кос нет. Болотков нет. Выбрать не из чего. В общем, кое-как. Есть там люди, которые взаимосвязаны с этими вязальщиками. Кое-как я выбрала самые хорошие косынки. Ну, то есть то, что я считаю, еще можно, знаете, пользоваться. Что не стыдно, можно людям предлагать. Остальное, в принципе, тоже можно предлагать. Ну, понимаете, или редкие, или пух из них лезет, или крашеные. Ну, в общем, в общем и в общем, можно сказать, что вот это вот пуховязание сошло на нет. Базар вообще никакой. Вообще, можно сказать, никого нет. Стоят 4 человека, и выбрать у них нечего. Это я уже поехала домой к женщине, которая там стояла. И вот мы там посмотрели, что у нее есть в залежах, в закромах. И я выбрала более-менее приличные косынки, ну, прям, которые мне понравились. Вот, которые я привезу домой. Ну, вот как-то так. А сейчас я вам смонтирую видео про то, как мы вчера в городе были, саженцы покупали. Воби, воби, воби. Вот, смотрите пока. Вас сегодня, я думаю, ждет интересненькое видео. Я постараюсь сделать и про косы, и про платки. Вот, пух с маслом. Жмых, жмых. Масло продают. Такое фермерское, вкусное. Мед. Смотрите видео. Ну что, девчонки, всем привет. Очередное видео. Начинаю с еды. Я приехала на сеанс массажа. У меня есть время, полчаса. Я ничего не успела дома поесть. Тут, оказывается, в доме кафе есть неплохой. Вот это вот все стоит 127 рублей. Рыбная котлета, майонез, наверное, кетчуп. Берешь сколько хочешь. Чай с лимоном и запеканка. 127 рублей. Ну, по-моему, это вообще недорого. Когда я сюда пришла, вообще никого не было. Сейчас столько народу. Причем люди очень разные. Ну, я не знаю, с работы, наверное, сюда приходят есть. Выбор хороший, вкусно все. Всем большой привет еще раз. Мы воби. Ну, что, я буду покупать краску. А что делать? Я выпустила сегодня видео про то, как краску переморозили. Спасибо всем за комментарии. В том числе и очень добрых женщин, которые радуются, что наконец-то казачка влетела. Наконец-то она переморозила краску. Не хозяйка. Да даже если и не хозяйка. Слушайте, вам не скучно быть идеальными? Мне вот скучно. Ну, переморозила. Меня, знаете, вот единственное, что напрягает. Говорят, вот, легко досталось. Типа того, легко пришло, легко ушло. С чего вы взяли, что она мне легко пришла? Я же не быкова, чтобы на все подряд донатить. Нет. Я покупала ее за собственные деньги. Тяжело, но мне жалко. Ну, теперь что, сад буду белить, как люди говорят. Поэтому, это случай не смертельный. Идем и покупаем еще 2,5 килограмма краски. Всего-то и делов. Друзья, вот она, структурная штукатурка. Гляньте. Это, то есть, когда ни стены выравнивать, ничего не надо. И стоит она 2,300. Тебе в комнату надо, да. Чтобы ничего не ровнять. Да, чтобы ничего не ровнять. Так, подожди, я что-то не поняла. Она что, уже с цветом, что ли, идет? Белая, белая. А, нет, не с цветом. А вот декоративная добавка какая-то, гляньте. Слушайте, я в этом ничего не понимаю. Просто вот мы шли-шли за краской, видим структурная штукатурка. Вот так, понятно? Грунтовка под штукатурку. Интересненько. 2,5 тысячи стоит. Вон там 1729. Скажите, пожалуйста, а если я краску вот такую, альпину, уже заколерованную, переморозила? Все, выкинуть ее. Она шубой вот так встала, и все. В общем, вот, и сейчас мы будем брать взамен маленькое ведерко. Сейчас я код записала. Меня это сам поражает, то, что много радостных людей. Девочки, не радуйтесь. Я куплю другую краску. В нашей жизни бывают случаи гораздо хуже. А нам, как говорится, главная движуха. Не надо думать, что она мне легко досталась. Ну, как говорят, пишут, легко пришла, легко ушла. Нет, ничего подобного. Нашла? Ну да, вот она. Но зато вот, смотрите, это текстурная штукатурка. Структурная штукатурка. В общем, я не особо понимаю, как пользоваться. Но вообще красиво смотрится, хочу я вам сказать. Да? Смотрите, 1729 стоит. Какая вам нравится? Что? Снимать нельзя. Почему? Вика у меня пошла оплачивать вот эту краску. Я тут по шторам хожу. Смотрю. Ну, то есть, вот, видите, готовые шторы. Ну, что я вам рассказываю. Сами знаете. Берешь любую и вешаешь уже пошитые. Видите? Интересно. Хотим еще зайти в садовый отдел, чтобы посмотреть, что у нас сейчас продается из всяких растишек. Гиацинты здесь по 80 рублей горшочек стоят. Потом примулы уже такие красивущие продаются. Здесь в Аби, смотрите, провезли вот такие корзины. В общем, в них ставятся цветы в горшке и очень красиво смотрятся. Ну, это кашпо. Декоративное кашпо, да? Классно смотрится. Разные-разные. Впишутся, наверное, в любой интерьер. Ну, и цена у них, конечно, хорошая. А вот что-то наподобие, но пластиковое. Видите, так вот цветок сюда пересаживаешь. Красиво смотрится, да? Это вот такие пластиковые. А вот там, посмотрите, прям типа плетеных корзин. Вон там, но они дорогущие. Ну, смотрятся вообще, конечно, здорово. Здесь такие горшочки попроще. Здесь уже вовсю продается садовая мебель. Друзья, посмотрите, какая красотища. Вот эти кашпо плетеные, про которые я говорю. Вон, видите, как красиво в нем эти цветы всякие смотрятся. Горшки. Гиацинт. Ой, как пахнет. Это эти гиацинты тогда, наверное, пахнут. Цикламены. Примулы. Примулы 129 рублей стоят. Так, а это что? А вот семена. По 3 рубля. Представляете? По 3 рубля совсем задаром. А вот керамические горшки. Ну и цена у них незапредельная. Посмотрите. 329 рублей. Какая красотища. Вот такой побольше, типа мне под цветок. 500 рублей стоит. Вон тоже, вон нет. Мне под цветок 649, наверное. Посмотрите, какая прелесть. Красотища. Посмотрите, какие королевские гирани. Цену не вижу, но вообще они просто шикарные. Сколько же стоит цветочек такой? Сейчас постараюсь, друзья, ценой вас обрадовать. А, это надо горшок в руки. Вот это вообще. Посмотрите, какая красотища. Как вы считаете? Красиво? 279 рублей всего-то. Только это, по-моему, вообще недорого. Как вы считаете? Я думала рублей 500. Так, а вот такая беленькая. Беленькая. Тоже 200. Она вся по 279. Но это вообще недорого. Эти орхидеи по 800 рублей. Вика говорит, ну, твоя любимая, все. Это мы пришли по адресу. Давай смотреть, что сколько стоит. Гладиолус. Где цена? Вика, ищи цену. О, 100 рублей. Три штуки 100 рублей. 110 сантиметров. А, ну это меленькие луковички, видите? Вот. 110 рублей. Нет, я такую не хочу. И вообще я гладиолуса не хочу. Я одно время покупала такие крупные, крупные. В смысле, еще, да. Подожди, нет, вот там лилии есть. Лилии, картошка. Так, вон там, я смотрю, саженцы уже вовсю. Вот это. Так, 7 штук, 349 рублей. Это, друзья, вообще по крупноцветковой написано. По 50 рублей за луковицу. Ну, я бы не сказала, что луковицы прям огромные. Ну, посмотрите. Ой, какие красивые. Вика, тебе какой нравится. А вот гофрированные, посмотрите. Тоже 350 рублей. А, вот, да, Одесса. Так, 7 штук. Тоже, наверное, 319 даже рублей. Так, ну к этому мы сейчас еще подойдем. Вот лилии, друзья. 119 рублей. Сейчас посмотрим, сколько. Так, 119 рублей, а одна штука. 100 рублей за штуку, но это тоже недорого. В садовых магазинах все это продается гораздо дороже. Так, а что еще? Георгина есть? Пойдем посмотрим. Угорь прорывается. Что? Так, так, лилии. Вообще, каких хочешь. Посмотрите, какая прелесть. По 150 рублей. На коленнике. Вот, смотрите, 459. Так, ну а здесь саженцы. Вот розы. Только, по-моему, цены еще нет на них. А вон гиацинты по 79 рублей. Только-только набирают бутоны. Прелесть какая. Так, ну в общем, мы завернули за угол. А здесь еще всего больше. Так, лопчатку нам не надо. Рододендроны у нас не растут. Камелия не будет расти. Облепиху мне не надо. Чубушник. Чубушник у меня есть. Вот, Вика говорит, гортензию хочет. Да хочу я, но она у нас... Так, она у нас плохо. Так, что-то там еще есть. Сейчас, друзья, сейчас я вам все покажу. Клематис. Вот, да, клематис можно... А, нет, каким кустиком он плетется по стенам? А вон и георгины. Сколько же он стоит? Клематис. 369 рублей. И вот клематис. Я хочу... У меня синие есть целых два. Вот, давай розовенький возьмем. Давай, все. Слушай, а мы же своим ходом это все дотащим. Нет, подожди. С каким папой? Папа с нами не скоро поедет. Мы сейчас до вокзала. С вокзала он нас встретит. Так что, в принципе, можно брать. У нас вот, смотрите, всего затирка, валик, краска. Но это я все могу взять. И цветок в другую руку. Вика, у тебя что, просыпается огородник? Нет. А это форзиция. Не надо нам. По полям у нас растет. Пионы. Друзья, пионы. 500 рублей. 519. Ой, они уже прорастают, гляньте. И куда вот их, если они уже прорастают. Вот, посмотрите, какие пионы. Ой, какие красивые. 519. Смотрите. Нет, это 700 рублей, друзья, стоит. 699. Ну, откуда сейчас с таким пионом? Ответьте мне. Так. Если сейчас вот это набрать, это, знаете, мне долго придется отрабатывать. Как вы думаете, брать, не брать? Так, ладно. Клематис я возьму. Вика, давай клематис возьмем. Вот этот вот розовенький. 700 рублей. В общем, хочешь, бери, хочешь, смотри, да. Ну, когда я на него гляну вблизи? Хочу я его за 700 рублей или нет? Такой вот дохленький. Так, ладно, сейчас на георгин еще поглазею и решу. Друзья, ну, а георгин, конечно, каких хочешь. И стоят они 320, 330 рублей за штуку. Вот такие вот дела. Но георгины... О, флоксы. Флоксы. 200 рублей. Флоксы. Флоксы, это хорошо. Но они у нас вот как-то не растут. Вот у меня лично. Потому что... Потому что у нас сухо. Вообще выбор громадный, прям огромный. Так, ладно, надо подумать, что нам надо взять. Лилейников здесь каких только нет. Но я зашла в ряд, где продаются георгины. Но здесь, конечно, выбор вообще богатейший этих георгинов. Каких только нет. Вот кто любит, надо сейчас приходить и брать. Смотрите, здесь 5 полок. Одни георгины. Смотрите. Вот я специально прохожу. Я не удержалась. Я тоже купила. Вот, вот, вот. Сверху до низа георгины, 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 георгины. Вот такие дела, друзья.